МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Значит, КОС-контракт будет подписан на 5 лет, на период действия дальней программы вооружений. Потом будет новая программа, и там будет увеличение. Вместо сокращения штата – рост объёмов производства. Какое будущее ждёт один из крупнейших заводов Новосибирска? Для того, чтобы снять с красной кардиограммы, нужно положить её на специальный столик. Здесь три точки, нужно, чтобы и лапы красались как минимум в долг. Тогда всё получится, и результат будет на компьютере. Испытаны на грызунах, чтобы помочь человеку. Как из древесной коры получить препарат для пациентов с болезнью Паркинсона? Это тяжёлая работа. Например, только один красный буй весит больше 200 килограммов, плюс ещё 150. Это груз, небольшой бетонный блок или так называемый якорь. Поход по Аби после завершения навигации. Где зимуют речные буи? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром в школе на Абгессе старшеклассница покончила с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По неподтверждённым пока данным, школьница отпросилась с урока и через несколько минут её нашли в туалете. Занятия отменили, учеников распустили по домам. Подробности трагедии в программе «Экстренный вызов» сразу после нашего выпуска. В связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы. Одна из главных задач – социальное благополучие участников, ветеранов и детей войны. На заседании регионального оргкомитета Победы утвердили план НАГО. Традиционно в Новосибирской области будет активно работать волонтёрский корпус. Это тысячи человек, которые готовы помочь ветеранам. На ремонт жилья, приобретение новых квартир и социальные выплаты в бюджете заложены сотни миллионов рублей. Намечена широкая культурная и образовательная программа празднования Победы. Глава региона Андрей Травников заострил внимание на приведении в порядок памятных мест. В любом случае, каждый объект из этих 250 должен быть на контроле. Неважно, какими способами мы их приведём в порядок. Через программу региональную капремонтов, через грантовую программу или за счёт средств муниципальных бюджетов, или вне бюджетных источников, они все должны привести в порядок. Поэтому и вы, и пользуясь возможностями Совета ветеранов, регионального отделения партии «Единая Россия», просьба каждый из этих объектов отслеживать. Да, понятно. Новосибирский авиастроительный завод до конца октября получит новый заказ на производство бомбардировщиков Су-34, а сокращений и переезда части предприятий в другую область не будет. Значит, Косконтракт будет подписан на пять лет, на период действия дальней программы вооружений. Потом будет новая программа, и там будет увеличение, я думаю, выпуска. То есть переноса не будет, это точно. Помимо этого на заводе проведут реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Средства на ремонт уже заложены в бюджете. Напомню, что ранее Чкаловский завод приступил к сбору мото-гондол для самолётов Ту-160, окончательную сборку которых производят в Казани. Предприятия оборонно-промышленного комплекса региона выполняют задачу президента довести к 2030 году долю гражданской продукции до половины от общего объёма производства. Развитие экспортного потенциала Новосибирской области в сфере сельского хозяйства обсудили сегодня на заседании регионального правительства. В нём приняли участие представители Минсельхоза, областные власти и сами аграрии. Один из ключевых вопросов – рост поставок зерна и масличных культур в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Китай. По данным областного Минсельхоза, регион полностью обеспечивает себя зерном. Более того, в этом году сформировался профицит. Он оценивается в 700 тысяч тонн. Это неплохой задел для развития поставок в экспортном направлении. Отмечу, что с сентября из Новосибирской области по железной дороге уже отправили 84 тысячи тонн зерна нового урожая. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также немаловажным фактором развития экспорта является высокое качество продукции растеневодства. Это, а также поддержка аграриев областными властями, по мнению экспертов, могут привести к росту экспорта продукции АПК до 440 миллионов долларов уже через 5 лет. Есть нюансы, связанные с расположением Сибири. Они были всегда. Вопрос транспортной логистики. Поэтому, на наш взгляд, чем больше возможностей будет у сибирских регионов по сбыту своих зерновых и по времени, и по возможностям по маршрутам, тем лучше, наверное, будет для Сибири и для страны в целом. В Новосибирской области стартовал форум «Гражданский диалог». Свои проекты презентуют представители самых успешных некоммерческих организаций региона. А главная тема – благотворительность. Екатерина Стывко выясняла, как одна небольшая акция может вырасти до федерального масштаба. Галина Климук демонстрирует технику скандинавской ходьбы. Корпус – прямой, перекат из пятки на носок. Уже несколько лет женщина бесплатно занимается с пенсионерами. Сейчас людей с палками в руках можно увидеть во всех парках страны. При ходьбе задействованы 50% мышц, а при скандинавской ходьбе 90% мышц. Работают руки, плечи, спина и ноги. На основной площадке форума «Гражданский диалог» – больше 10 некоммерческих проектов. Это и Колыванский дом ремесел, где жители бесплатно обучают лепки и плетению из бисера, и велаоркестр. Чтобы попасть в такт, крутить педали приходится с определенной скоростью. Эту композицию сделали слабовидящие дети. Здесь сибирские краснокнижные растения. Лилейник, рябчик, ирисы. Выглядят как настоящие, но на самом деле сделаны из специальной глины. На изготовление каждого цветка у детей уходит по 15 дней. Как рассказали организаторы, для ребят это не только трудотерапия и социализация, но и возможность немножко заработать. Цветы продают, а средства уходят на материалы для мастеров. Форум «Гражданский диалог» проходит в девятый раз. Главная тема этого года – поддержка некоммерческого сектора. Не снимается с повестки вечный вопрос дополнительных ресурсов. И мы намерены, конечно, увеличивать и направление поддержки, и объем финансовой поддержки. И зачастую требуется не финансовая поддержка, а определенные льготы, преференции, ставки аренды помещений. Новосибирская область – один из лидеров по темпам развития благотворительного движения. В этом году 81 некоммерческий проект получил господдержку на сумму почти 150 миллионов рублей. По мнению экспертов, надо привлекать и инвесторов. В рамках корпоративной социальной ответственности или корпоративные благотворительные фонды или непосредственно благотворительные программы бизнеса помогают реализовывать эти программы. Мне кажется, трехсекторное партнерство – НКО, бизнес и государство – будет эффективно способствовать решению этих социальных задач. Представитель Минэкономразвития также отметил, интересные новосибирские проекты могут получить зеленый свет и в других российских городах. Так победители областного конкурса НКО отправятся на стажировку в столицу. Екатерина Стывко, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Пациенты один за одним заходят, чтобы поставить прививку. К поликлинике прикреплены 36 тысяч жителей. Лавочки по проекту поставили, окна в подвалах все заменили. Мы открыли свой счет, капитальный ремонт крыши полностью сделали. В этом году капитальный ремонт всех швов. Эти бои какие сортировать, какие на ремонт, какие оставил до следующего года под покраску, замену просов и корейку. Около тысячи участников четыре дня уникальной научной работы. Разработки в сфере биотехнологий представят на международной площадке открытых коммуникаций OpenBio. В этом году организаторы делают акцент на долголетие. Разработки в кибернетике, биоинженерии, молекулярной биологии и биофизике должны быть направлены на увеличение продолжительности жизни населения. Традиционно на форуме представят результаты передовых исследований в сфере медицины, пищевой промышленности и вирусологии. Одной из основных целей OpenBio связать достижения фундаментальной науки с реальным сектором экономики. Именно здесь есть возможность встретиться представителям и науки, и образования, и органов власти, и представителей реального сектора экономики, и тех институтов развития. В Новосибирской области идет фестиваль «Наука 0+.» В районах с аншлагами проходят выставки, на которых представляют последние разработки сибирских ученых. А журналистов сегодня пригласили туда, где открытия рождаются, и помогают лечить людей. Конечно, после опытов на мышах. Сергей Толмачев подробнее. Для того, чтобы снять с крысы кардиограмму, нужно положить ее на специальный столик. Здесь три точки, нужно, чтобы ее лапы касались как минимум двух. Тогда все получится, и результат будет на компьютере. За состоянием грызунов в лаборатории следят пристально. У этих мышей болезнь Паркинсона. Им вкалывают специальный препарат, и результаты поразительные. Ослабевают многие симптомы страшного заболевания. Ученые изучают, как ведут себя животные в разных ситуациях. Могут и крысиные бега устроить, и через специальный анализатор пропустить. Камера фиксирует все параметры. Как мышка наступила, какая площадь, поверхность лапы наступила, насколько лапы друг от друга отклонены, как ровно она идет. Еще одна новая разработка – препарат «Бетамид», который способен снизить негативное воздействие химиотерапии или сильных антибиотиков на здоровые органы. Как лекарство его нельзя зарегистрировать, правила слишком строгие. Поэтому выпускать будут как биологически активную добавку. Действующее вещество абсолютно не токсично, из природных материалов. Это, во-первых, производная бетулоновой кислоты, которая получается из бетулина. Бетулин – это кора березы, и это бросовый материал, который сжигается тоннами при дерево перерабатывающей промышленности. Чтобы изобрести новое лекарство, нужна совместная работа нескольких институтов. В этом помогают сделать так, чтобы препарат был максимально эффективным. Создают новые формы с помощью магнитных полей. Если мы делаем водорастворимые формы лекарственных препаратов таких, то происходит их быстрое растворение в желудке, быстрое всасывание, и локальная мгновенная концентрация в крови также повышается в десятки и сотни раз. Сейчас химики ждут распределения грантов, чтобы получить деньги уже на выпуск биологических добавок в промышленных масштабах. Спрос точно будет высоким. Сергей Толмачев, Константин Менин, Новости ОТС. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. Котельное оборудование «Новиен» марка номер один в России. Для бытового и промышленного использования. Фирменный магазин «Новиен», фабричная 8. Телефон 209-32-10. Продажа, сервис, запасные части. «Новиен», народная марка. Продолжаем выпуск. Несколько лет жители деревни Южино, Колыванского района, ведут безуспешную борьбу за воду. В отчаянии люди обратились за помощью в редакцию новостей ОТС. После приезда нашей съемочной группы дело сдвинулось с мертвой точки. Подробности далее. Вот так вот, значит, мы стираемся, встанем в ванну, наливаем воды и стираемся. То есть, ручной полоскаем. Татьяна Ященко приехала на родину мужа в село Южино два года назад. Семья большая, пятеро детей, самому младшему два года. Из пяти южинских улиц центральный водопровод есть только на двух. Остальным питьевую воду приходится возить на машине за 20 с лишним километров из Колывани. 285 литров хватает на три дня. А муж на работу, и все, мы без воды. То есть, он приезжает поздно вечером, мы собираемся, едем за водой. В 9, если он приезжает, то мы часов только полдвенадцатого домой возвращаемся. Свои колодцы во дворах есть, но летом вода из них ушла. Сосед бил скважину, да, я не спорю, он вызывал технику, ему делали эту скважину. Но воды нет, заеливается, она чуть-чуть пошла, и все, и кончилось. Так же, как у нас в колодцах. Только на одной улице Школьной три многодетных семьи машины, чтобы ездить в Колывань, есть не у всех. Приходится пешком ходить по проселочной дороге на общую колонку за водой, которую даже после кипячения пить нельзя. Вот из этого колодца набирают воду жители села Южно, на улицах которых нет воды. Колодец ничем не закрыт, поэтому дождевая вода и пыль, проходящие мимо дороги, попадают внутрь. Набирают воду в пластиковые бутылки или ведра. Вот эта бутылка была новой всего три дня назад. После нашего обращения в районную администрацию со специалистами коммунального хозяйства, мы вернулись в Южино, чтобы вместе найти пути решения проблемы. А колонку, допустим, возле школы можно какую-то одну хотя бы оставить? Хотя бы, чтобы не туда одной ходить. Возле школы поставить колонку. Ну, этот вариант, я думаю, можно рассмотреть. Да, этот можно смотреть. Южинский центральный водопровод очищается системой водопад методом аэрации. Вода пригодна к употреблению, фильтр чисят раз в неделю. Здесь идет центральный водопровод, 63 труба. И надо подумать, как сделать. Может быть, даже на самом деле сделать какой-то шланг, вывод, чтобы убирался и так далее. На случай морозов. Подумаем. То есть люди смогут подходить сюда, здесь воду набирать? Ну да, принцип такой. Вот вывести из колодца, либо колонку установим, либо какой-то шланг. Колонка, подключенная к центральному водопроводу, временная мера. Будет реализована в течение ближайших недель. А провести воду на все улицы Южино планируют в 2021 году. Станислав Блинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. К другим темам. Привить каждого второго россиянина от гриппа. По данным Роспотребнадзора, в этом году планируют вакцинировать не менее 45% жителей страны. Особое внимание группам риска. Детям, беременным, пожилым, людям с хроническими заболеваниями и медицинским работникам. В Новосибирской области каждый год растет число людей, которые вакцинируются. Поэтому и эпицезон протекает спокойнее. Тема продолжит Наталья Цопина. Не хочется болеть зимой, говорит Елена Петровна. Уже несколько лет не пропускает вакцинацию. После того, как все семьи слегли, решили, что нужно прививаться. Если даже заболеешь, переносится это легче. Мы уже на себе проверили. Мария Геннадьевна следит, чтобы привиты были и муж, и дочь, и внуки. То, что вакцина дает надежную защиту, знает наверняка. Вы знаете, еще даже и в 90-е, и до 90-х, которые в советское время в нос капали. Поэтому да, и все время делаем. Но очень давно. Отмечают, с годами вакцина меняется. И эпицезон проходит намного спокойнее. Защитный эффект, как правило, наступает через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется в течение года. Решили ставить. Я четвертый, жена пятый раз ставлю. И детям ставлю, и не болею. Денис решил поставить прививку не только от гриппа, но и от клещевого энцефалита. Регион по заболеванию эндемичный. Защита лишней не будет. Респираторные вирусы в числе самых распространенных инфекций в мире. От гриппа в этом году планируют привить не меньше 45% россиян. В третьем госпитале ветеранов войны с 36 тысяч прикрепленных новосибирцев подлежат вакцинации чуть больше половины. Это пациенты старше 60-ти, работники медучреждения, общепита, сфера образования и торговли. Особое внимание людям с хроническими заболеваниями. К тому же от гриппа прививать стали призывников и беременных. Для беременных вакцина идет без консервантов, очищенная. И снижается заболеваемость в сезон. В этом сезоне у нас практически не было зарегистрированных случаев гриппа по учреждению. Подворные обходы, СМС-оповещения, объявления, информацию о необходимости вакцинации до пациентов медики доносят разными способами. Иногда даже выходят сами в ближайшие организации. Ставят прививки всем желающим в коллективах. На сегодня в третьем госпитале ветеранов Коин привить успели 54% от запланированного. В среднем по области план выполнили на 47%. Всего в регионе до 1 ноября вакцинируют 1 миллион 480 тысяч человек. Наталья Цойпина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Дворовая территория двух многоквартирных домов в Барабинске стала местом для экскурсий. Посмотреть и поучиться приходят жители соседних домов. Оксана Тимошенко продолжит тему. Наводить порядок жители пятого дома по улице Островского начали несколько лет назад благодаря победам в районных конкурсах социально значимых проектов. Куда потратить деньги решали на общем собрании жильцов. Лавочки по проекту поставили, окна в подвалах все заменили. Мы открыли свой счет, капитальный ремонт крыши полностью сделали. В этом году капитальный ремонт всех швов. В этом году пятый дом вместе с соседним седьмым многоквартирником на Кирово попал в областную программу «Комфортная городская среда». На обустройство дворовых территорий направили больше семи миллионов рублей. Все работы, которые у нас были, предусмотрены в рамках разработанного и утвержденного проекта, выполнены в полном объеме. Замечания к подрядчикам комиссия по приемке не выявила. Довольны сами жители. У нас люди ходят с других дворов и смотрят. У нас там футбольная площадка даже есть. Куда благодать нам, благодать. Скамеечки какие посмотреть. Вообще асфальтировано все. Вы что, детская площадка какая. Это очень хорошо. Общими усилиями покрасили палисадники, разбили цветники и высадили деревья. Мой результат говорит сам за себя. Поэтому считаю, что замечательный пример. Нам нужно дальше продолжать и следующие дворы на следующий год. И дальше должны быть как минимум не хуже, а может быть и лучше. Жильцы тем временем думают об установке шлагбаума. Новые парковки уже облюбовали автовладельцы из других микрорайонов Барабинска. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. С другим темом. Там, где была вода, теперь суша. В Новосибирске в районе парка «Городское начало» об отступило от берега на несколько десятков метров. Уровень воды падает, навигация близится к завершению. Сегодня путейские теплоходы отправились вверх по течению, чтобы убрать белые и красные буи, обозначающие кромку судового хода. Подробнее Анатолий Харитонов. Два путейских теплохода «Грида» и «Вяхерь» работают вместе. От Бугринского моста выше по течению. Первое судно выполняет функцию челнока, ездит за буями. Второе служит базой. Стоит неподвижно, упирая специальные балки, так называемые заколы, в дно. Убрав навигационные знаки на одном участке, идут на другой, в сторону плотины ГЭС. Это тяжелая работа. Например, только один красный буй весит больше 200 килограммов, плюс еще 150. Это груз, бетонный блок, так называемый якорь, который удерживает плавучий навигационный знак на реке. Команда все время на холоде, на пронизывающем ветру, а сегодня временами еще и дождь моросит. Ну, хорошо, что у речников есть возможность погреться. Например, в теплой рулевой рубке или на кухне, где заботливый судовой повар Ирина напоит чаем, накормит. Она печет пирожки с ливером и сосисками в сыре. У команды много работы. Сегодня надо убрать 26 буев и отвезти в Затон. Эти буи какие сортировать, какие на ремонт, какие оставлять до следующего года под покраску, замена тросов и корей. В апреле, после того, как изыскатели промерят глубины, плавучая навигационная обстановка опять появится на АБИ, обозначит границы судового хода. Снимай, снимай, снимай. Давай, побыстрее. Несмотря на то, что буев на воде теперь нет, гряда и вяхерь легко найдут безопасную дорогу к родному причалу. Даже без эхолота на борту опытные путейцы, которые все мели знают. Мы так раньше и ходили по приметам полностью. Береговые приметы, плавучие приметы. С самого ночи, допустим, снегопады, туманы. Тоже ходили по приметам. Тут берега идешь, уже знаешь, какое расстояние от берега должно быть. Где какая глубина. Да, все уже, все, значит. Навигацию на АБИ в нашем регионе, как правило, закрывают в конце октября и все плавучие знаки убирают на берег. Но в этом году несколько десятков белых и красных буев оставят на реке ориентировочно до середины ноября. Не снимут и светосигнальное оборудование на участке от Бугринского моста до Кубовинского переката, чтобы толкачи с баржами могли возить песок для строительства ледовой арены молодежного чемпионата мира по хоккею. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 18 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер западный 4,9 метра в секунду с порывами до 11. Влажность 70%. Температура ночью минус 3, минус 1. Днем минус 2, 0. В последующие двое суток ожидается снег. Температура воздуха в субботу минус 2, 0. В воскресенье минус 5, минус 3. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Хорошего дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»